Она теряет слух из-за громких взрывов и частых простуд. Семья 8-летней Влады живет в Нетайлово, рядом с песками. Чтобы предотвратить глухоту, девочке нужны тишина и тепло. Но в поселке нет ни того, ни другого. Как выживают рядом с войной, расскажут мои коллеги. Наталья приходит проведать квартиру несколько раз в неделю. Все надеется, что возобновят подачу газа. Лидерные батареи. Нетайлова без затопления уже полгода. Из-за обстрела повреждена труба. Пока идут восстановительные работы, в домах холод, сырость и плесень. Стена мокрая, здесь вода бежит. Это комната 5-летней Жени и 8-летней Влады. У старшей дочери врожденная глухота. Из-за частых простуд болезнь обостряется. Здоровье детей важнее, чем все остальное. Поэтому пришлось приехать. Родители увезли девочек на другой конец Нетайлова. Арендуют частный дом. Теперь дети в тепле. Но и здесь слышны взрывы. Из-за них слух у Влады ухудшается. У нас напротив у соседей попал снаряд. И ударной волной на осколки крышу посекли. Я очень боялась, когда стреляли. У нас бабушка с дедушкой прятались под всякие кустики. Девочка родилась недоношенная. Родители потратили много сил и денег на то, чтобы она выжила. Проблемы со слухом у нее заметили в 5 лет. Нам поставили диагноз. Врожденная, глухота, второй степень. Назовешь Влада, например, она не откликается. Чуть громче уже начинает обзываться. Мама и папа мечтают, чтобы их дочь смогла жить, как здоровые дети. Она очень любит музыку и хочет научиться петь. У меня уже два таланта есть. Выучать стихи и петь песни. Чтобы развиваться, девочке нужны слуховые аппараты. Родители делают все возможное, чтобы скопить денег хотя бы на самые дешевые. Но сделать им это очень сложно. Живем как малообеспеченная семья. Теперь государство нам платит 1060 гривен в месяц. Из-за войны супруги лишились стабильного заработка. Из-за всех сил стараются прокормить семью. Так и выживаем. Куры яйца несут, уточек продаем, сами кушаем. Можно сказать, от безвыходности пришлось завести хозяйство. Экономят даже на продуктах. Помощь Рината Ахметова этой семье очень нужна. Ринат Леонидович правильно делает, что помогает людям, пенсионерам. У нас ситуация тут тяжелая. Конечно, это для всех. Все мы очень благодарны за такую помощь. Гуманитарный штаб поддерживает мирных жителей Донбасса более трех лет. За это время раздали почти 12 миллионов продуктовых наборов в 750 населенных пунктах. Инна Желенко, Ростислав Сысоев, Владимир Конопля. Для Сегодня канал Украина.